У меня в руках не настоящий ребенок, это кукла Риборн. Риборн с английского обозначает перерожденный или заново режденный. Несмотря на то, что это всего лишь кукла, у нее есть свое имя и даже паспорт. В Америке в штате Иллинойс таких кукол используют для того, чтобы подготовить будущих мам к рождению своих собственных детей. Риборнов покупают не только для курсов молодых родителей. Они могут быть полезны для детских магазинов, где их используют в качестве манекенов. Есть случаи, когда Риборны возрождали к жизни тяжело больных людей, потерявших детей родителей и тех, кто не имеет возможности иметь собственного ребенка. Есть коллекционеры, которые не играют в куклы, а считают их произведением искусства. Есть клиенты, которые, например, как коллекционеры. Они рассматривают это как какой-то вид искусства. Кто-то рассматривает как игрушку для ребенка, кто может это себе позволить. А кто-то как талисман, кто не имеет детей, обращаются и просто как талисман. А есть люди, которые от одиночества. Кто-то не мнут, как наклентка есть у меня, она говорит, я не могу собаку, мне нельзя завезти собаку. Хочется какой-то просто одушеный. Ну и говорит, есть кукла. Ну как-то вот она лежит, ну как-то тепло, говорит. Внешний вид куклы Риборна максимально, насколько это возможно, напоминает живого младенца. Процесс создания куклы называют Риборнинг, а художников кукол Риборнеры. Весят и выглядят Риборны как настоящие дети. В их создании применяются натуральные волосы или махер, стеклянные глаза, специальный состав винила и краски, а также различные утяжелители для тела. Современные Риборны могут содержать в себе оживляющие механизмы, с помощью которых создается вполне реалистичное сердцебиение, дыхание и даже речь. Сейчас уже можно даже вставить такой механизм сердца. Они могут огукать и они могут нагревать. То есть они всегда теплые. Но у меня таких нет. У меня больше, конечно, коллекционеров. Наталья – мама троих детей. Раньше покупала кукол для своей дочери. Несколько лет назад мама и дочь случайно увидели куклу Риборна по телевизору и решили, что она станет достойным экземпляром их домашней коллекции. Мы попросили у моего мужа, чтобы он нам подарил на день рождения, на Новый год. Он говорит, найдете? Ну, он же не знал, что у него уже есть в продаже, в принципе. И говорит, если найдете, то пожалуйста. Вот. Мы нашли, сообщили сумму. Ну, он так сначала вообще пешил. За куклу столько. Он говорит на меня, а тебе самой что, слабо сделать такую? Я говорю, ну так если я начну делать, то надо материалы покупать. Он говорит, сделай, попробуй. Ну, вот так с тех пор и все, 4 года назад я подарила первую куклу дочери. Так простой спор на слабо стал увлечением всей жизни. Наталья с каждым разом оттачивала свое мастерство. Ведь настоящий профессионал делает такого Риборна, которого с первого взгляда можно не отличить от младенца. Когда уже сделала там вторую, третью, четвертую, то уже, конечно, ту дочь сразу сказала, прячем. Вот. А потом уже оставила ее как на болванку. Риборн – это вообще в переводе же получается возрождение, возрожденный. И он должен быть подобием ребенка. То есть, чтобы неотличимым было. Передать прозрачность и глубину кожи, прорисовать вены, тени, царапинки. Наталья использует голову куклы как наглядное пособие. Мастер должен показать то, что фотографы обычно убирают в фотошопе. Работа начинается с получения молда. Это набор из головы, рук и ног. Поверхность заготовки обезжиривается. Делаются прорези для носа и глаз. И начинается самая сложная и интересная работа – роспись. Получив вот такую заготовку бесцветную, Моя цель из нее сделать реборна, который будет приближен к человеческой окрасу кожи. То есть, все идет, сравнивается с ладошкой. Сначала Наталья придает коже младенца естественный оттенок. Моя цель из бесцветной – сделать похожим на ребенка. Вот. Он еще не закончен. Вот. Ему еще надо будет рисовать. В принципе, тон кожи подходит. То есть, если… Вот я срисовывала с трехдневного малыша кожу. Вот. Сейчас буду рисовать капилляр, вам покажу. Первые куклы получались неживыми. И с первого взгляда можно было понять, что это кукла, а не ребенок. Уже потом я поняла, что просто надо срисовывать живого ребенка. То есть, вот, берешь фотографию и рисуешь. И тогда все получится. Затем Наталья наносит неповторимый рисунок кожи живого ребенка. Все требует кропотливой работы. Мастер не имеет права на ошибку. Это спонж, это морская губка. Вот. Вот такая морская губка используется для деток, которые постарше, я имею в виду, да, для росписи, когда я делаю реборнов. А уже, когда поменьше реборное, то используются вот такие, ну, как мы называем, такие вот порванные. Для того, чтобы нарисовать кожу, уходит 18 слоев вот чисто кожи. Это может быть 18 слоев именно краски. Но оно наносится настолько тонко в слои, а краска практически прозрачно ложится. Если переборщить, то кукла получается как фарфоровая. Каждый слой надо запечь. Этот этап работы обычно пугает неподготовленного зрителя. Каждый слой запекается. Нарисовали капилляры, их обязательно тоже надо запечь. В аэрогриле это запекается. Следующий этап – вживление махеровых или настоящих волос. Наталья предпочитает использовать настоящие. По одному волоску мастер создает прическу. На создание лишь одной прически может уйти целая неделя ежедневной, рутинной работы. И это все вводится под углом. То есть так, чтобы волосик лежал. Вот, видите, он лежит на молнии. Надо, чтобы он лежал. Не должен торчать, иначе получится веером волосочек будет вверху стоять. Теперь дело за малым. Остается подарить кукле зрение, одеть по последней моде и можно отправлять в большой мир. Эти глазки вообще выливаются, выдуваются художниками. Они не повторяются, то есть не бывает одинаковых, не получится одинаковых глазок. У каждого мастера свои хитрости. Например, иногда куклу надо отложить, чтобы потом свежим взглядом оценить работу. Но и самое главное – любить то, что ты делаешь. Я отношусь к ним как хобби, которому я отдаю душу. В каждую куклу я вкладываю любовь, душу. Ну, наверное, как хобби, что я отношусь. Но с очень большой отдачей. Мимика, которую придает Наталья кукле, выражает натуральную эмоцию. Как будто реальный ребенок просто на мгновение застыл. Я вам скажу, если не вложить в куклу много терпения, любви, она будет, как, знаете, немецкий кукс. Это точно. Вот она никакая. Есть красивые куклы. Я видела красивая, безумно красивая кукла. Но вот она ничего не выражает. Можно же сделать куклу удивленную… Ну, вот у меня был заказ, я делала личико удивленной малютки. Но в ней была, понимаете, вложена… Я на нее смотрела, все время улыбалась. Вот она такая и получилась, как вот с удивленным складом. Но зато вот видно, что вот улыбашечка. Все, что вложишь, то и получишь. В принципе, потом даже, когда ты вкладываешь куклу, даже не так краска ложится. Она уже давно привыкла к разным реакциям людей на куклы. Но у каждого свой выбор, понимаете? Кто-то относится к ним как к живым, кто-то относится как к куклам, а кто-то как к ужасу. Я ко всему очень спокойна, у каждого свой выбор. И я уважаю этот выбор. Друзья относятся к увлечению Натальи с юмором. У меня есть друзья, которые относятся очень ровно. То есть нравятся. У мужа друзья, которые эту комнату называют комната Франкенштейна. Потому что, ну, как-то оно, особенно если это… После застолья, то оно как-то жутковато заходить. Ну, для них, вот. А подруги, ну, чего, приходят там, пошли посмотрим, какой у тебя сегодня там малыш в заказе. Вот. Попереодевать, посмеяться. Ну, да, пофотографироваться, по выставляться. Ну, это да. Но очень, очень, очень спокойно все относятся. Но все знают, что это мое хобби. Вот. Поэтому они уважают мой выбор. Другое дело, когда с куклами сталкиваются незнакомые с искусством реборнинга люди. Они же не все настолько приближенные к реальному ребенку. Ну, видно же, что это куколка. Ну, как-то… Понимаете, кто… Вот женщины больше относятся к этим куклам как к куклам. А вот мужчины почему-то… Вот я на выставке это заметила. Они больше относятся к этому как… Ну, это же вообще вы с ребенка слезали. Вот и женщина подходит и говорит, ну, какая куколка. А мужчина сразу… О, Боже, какой ребенок? Нет, подождите, это что, мертвый ребенок? И вот они почему-то в сторону детей. А женщина… Вот как-то оно вот так. Я на выставке просто увидела. Ну, больше всего, конечно, и интереснее всего реагируют мужчины. Я обожаю кляпку на кукол. На выставке это вообще просто вау. Кто-то просто подходит и… Можно пощупать. А один мужчина подлетел и говорит, вы скажите, это реально кукла? Вот он говорит, я долго стоял задалека и наблюдал. Можно ли вообще, говорит, подойти, потрогать, взять на руки? Я ему даю. Он говорит, коньки мне на боссу новую. Вот знаете, еще на белорусской мове, ну… Очень интересно мужчины реагируют, очень, понимаете? Вот. А есть мужчины, которые заказывали на празднике своим женам подарки. В виде подарков приборных есть. Сами выбирали. Есть клиент, он у меня выбирает уже вот вторую. И волосы цвет, и глазки. За четыре года Наталья сделала много разных кукол, разных возрастов и характеров. Кукол, которые подростковые, метр тридцать. Да, они у нас… Одна… Ну, я такую большую делала. Вот. Делаю и годик, и полтора. То есть по росту они большие, крупные девочки. И таких делаю. Как и у любого мастера, у Натальи есть творческая мечта. Что бы я хотела сделать? Я мечтаю сделать обезьянку. Но пока я еще нет. Потому что, если вот, например, кукол я срисовываю с живых детей, да, фотографирую своих подруг детей, со своих срисовываю, то обезьян у меня не с чего срисовать. Поэтому пока нет. Пока. Ну, хотелось бы. Дочь говорит, давай сделаем. Но пока нет. Нет. На мой взгляд, реборн – это современное направление в искусстве – гиперреализм. Я восхищена мастерством профессионалов, изготавливающих кукол реборн и вызывающих такие разноплановые эмоции в людях. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова